Ваш день рождения? Почему так обычно бывает, что в публичной плоскости вы, скажем так, этой темы избегаете? То есть мы за эти годы, ну, может быть, дважды так совпадало, что видели вас в день рождения на зарубежных саммитах. В том году вы вроде были в тайге, но больше никто ничего про ваш день рождения обычно не знает. Почему так? Не знаю даже, как вам ответить. Ну, это мой день рождения, это не национальный праздник. Вы тоже увидели здесь что-то сродни лицемерию? Нет, это же не общенациональный праздник. Ага. А ничего страшного, что во всех национальных СМИ только и разговоров было, что о сей памятной дате, причем болтать и писать обо нам начали заблаговременно. Еще шестого Рождества столько внимания пропагандисты не уделяют. Ну да ладно, переходим к подаркам и поздравлениям. И самым, на мой взгляд, ярким событиям дня вчерашнего стала акция участников Pussy Riot, которые решили поздравить Головнюка, разместив радужные флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ в Москве. Администрации президента, Минкульта, Басманного ОВД и Верховного Суда, причем сделали это, ребята, средь бела дня, под камеры. Никто из участников акции задержан не был. Однако спустя час после проведения перформанса полицейские задержали автора этого репортажа. Изъяли телефон и обвинили в нарушении правил проведения митингов. На самом деле, в этой истории есть два забавных момента, на которых хотелось бы акцентировать ваше внимание. Первый. Правоохранители ничего лучше не придумали, как задержать после журналиста Радио Свобода. Ну, сами слышали. А че не моего кота, например? Обвинение вообще оборжаться. Нарушение правил проведения митинга. Слушайте, у меня идея возникла. Может уже дополнить административный кодекс какой-то статьей вроде просто так? Или потому, что гладиолу полицейским хоть не придется придумывать каждый раз, за что они человека упаковали? И второй момент. Давно хотел об этом высказаться. Пришло наконец время. Путин не является Россией. Россия это мы. Россия это все те люди, которые... Да-да-да, я о данном общероссийском заблуждении. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Господа, готов даже аргументировать, что он и является бредом. Но вот представьте, наша страна существует сотни лет. Владимиру Владимировичу всего 68. На троне выседает последние 20. Ответьте мне на простой вопрос. Как до него-то? Наши предки жили веками. Веками повторюсь и ничего. В общем, подумайте об этом, пока идет эфир. И оставьте затем свое предположение в комментариях. А мы начинаем. А лидера белорусского протеста Светлану Тихановскую, победившую, кстати, там на президентских выборах 9 августа, объявили в общероссийский розыск. Я, когда эту новость прочитал, у меня глаз задергался, потому что возник вполне резонный вопрос. За что? Ну, если человека объявляют в розыск в нашей стране, значит, он совершил какое-то серьезное преступление в отношении страны или ее граждан? В данном же случае речь идет. А вчерашней домохозяйке, которой я подозреваю и в России, то отродясь не бывало, а вот на тебе, оказалась в списке разыскиваемых преступников? Светлану Тихановскую, одного из лидеров белорусской оппозиции, объявили в уголовный розыск на территории России. Уведомление об этом появилось на сайте МВД РФ, а ее данные в разделе «Внимание! Розыск». Вот такая карточка приходит любому, кто забьет в поиски ее фамилию. Здесь только год и место рождения, и основание для розыска. Оно звучит так. Разыскивается по статье Уголовного кодекса, но никаких российских законов Тихановская не нарушала. Во всяком случае, об этом не сообщали ни МВД, ни Следственный комитет. Зато на родине ее обвиняют в призывах к захвату власти. А согласно договору о союзном государстве, у нас в Белоруссии общее правовое пространство, и когда в Минске объявляют межгосударственный розыск, то же самое происходит и в Москве. А по-моему, это больше на бред. Похоже, из разряда не читал, но осуждаю. К слову, а как же тогда вот это? Прямая цитата из президента Российской Федерации. Заявление было сделано чуть больше недели назад. Касалось оно, правда, происходящего в Киргизии. Ну да ладно. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран. Так уже интересно. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Ух ты, серьезно? А как же тогда вот эта вот история с Тихановской, когда мы, по сути, объявили одну из сторон политического конфликта, политического, повторюсь, произошедшего на территории другой страны, врагом всея Руси? Или это что-то вроде первого шага к полноценному диалогу между тамошними политиками? Я прям запутался. То есть, еще раз. Человек делает заявление. Это заявление затем идет вразрез с его же действиями. Происходит оно на глазах у всего мира. Блин, детский сад какой-то. Или наоборот, что-то старческое. Вчера сказал, сегодня передумал. Нет. Я понимаю, это политика. Политика дело грязное, но на таком-то уровне. Шутки, шутить, нелепо. Над нашим главным скоро вся планета смеяться начнет громче, чем над поздним Ельциным. А оно ведь не только одного Путина касается. Это бьет по имиджу всей страны. Я правда в шоке. А это реальная журналистика. Все чудеса те и чудеса те темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Теперь предлагаю вернуться к делам нашим скорбным. Я уже начинал об этом рассказывать в предыдущем выпуске. Короче, пока мы с вами смотрели захватывающие сериалы на Ютьюбе про чё там у хохлов. Как там в Беларусь? А пойдет ли Трамп на второй срок? Так вот, пока мы с вами интересовались данной безусловно важной. Для каждого россиянина тематикой экономика нашей страны затрещала по швам. Я сейчас еще мягко говорю, на самом деле все печально. По итогам трех кварталов 2020 года в бюджете возникла дыра в 4,5 триллиона. Для тех, кто не особенно дружен с цифрами. Это очень серьезный обрежь, почти 30%. Казна недосчиталась, третий доходов. Минфин уже влез в долги. Так, например, в сентябре правительству пришлось занять на рынке 833 миллиарда, как вы понимаете. Возвращать придется больше с процентами. И ведь еще не вечер. Даже правительство и Набиулина, они не знают, что будет завтра. Санкции, они могут быть в любой момент наложены. А так как рубль не самостоятельная и сама единица, значит она зависит от внешних факторов. Их очень сильно зависит. Добавлю только, что единственная пока предпринимаемая экономистами мера, которая хоть как-то оттягивает крах, это скупка центробанком валюты в больших количествах. На фоне падения рубля такие телодвижения создают иллюзию, будто фантиков даже немного больше становится. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Согласитесь, постоянно плавать за счет валютных спекуляций не получится. Рано или поздно придется сделать какие-то по-настоящему действенные шаги. И как вы думаете, до чего додумались в правительстве? Собственно, только ради этого я и завел данную песенку. А в Белом доме собрали всех руководителей госбанков и сообщили, мол, ребята, выруливать будем за счет ваших вкладчиков. Что это значит? Рассказываю. Вообще, данная история гремела некоторое время назад, когда глава счетной палаты Кудрин в шутку сказал в эфире в ВГТРК, мол, у нас же есть накопление граждан. В общей сложности на банковских счетах лежит примерно 30 триллионов денег. Это стариковские гробовые. Кто-то квартиру продал или машину, предприниматели что-то на черный день отложили. Просто физики, которым есть, что откладывать со своих зарплат. Вот эти средства ведь можно использовать, резюмировал Кудрин. Ну, чем не подушка безопасности при антикризисных мерах. Тогда, впрочем, все посмеялись и забыли. А вот теперь жареный петух клюнул по-настоящему. Ребята там прикинули хрен к носу и сказали, вау, а почему бы и нет? Поэтому вот, когда вы думаете, что вам принадлежит квартира, машина или ваш вклад, вы сильно глубоко заблуждаетесь. Я к чему сейчас веду. А дело в том, что вполне возможно такая ситуация, когда в обозримом будущем вам позвонят из вашего банка, особенно если у вас счет в Сберии или ВВТБ, и сообщат, мол, ваши средства временно заморожены. Взамен предложат какой-нибудь вексель, который вы, конечно, сможете продать спекулянтам, но процентов за 10. От его реальной стоимости, те, кто жили в 90-е, меня поймут. Но если наше бездарное правительство и дальше продолжит рулить экономикой в том же ключе, следующим шагом к оздоровлению может стать что-то типа частичной выдачи зарплаты пенсии какими-нибудь облигациями государственного займа. Такое было после войны, поспрашивайте у ваших бабушек и дедушек. Кстати, мало кому что вернули в итоге. Ну вот так вот выглядят прорывы путинской эпохи. Напомню при этом, что война закончилась 75 лет назад. Господи, как бы мне хотелось сейчас ошибиться. Ну и в довершении очень хочу рассказать вам одну частную историю. Она, к слову, меня касается в какой-то степени. В общем, у меня есть знакомый. Зовут Юра Гарипов. Он инвалид-колясочник из Перми. Помогает мне в качестве модератора в соцсетях. Но Юра не всегда был инвалидом. 16 лет назад это был здоровый мужчина. Вполне себе успешный предприниматель. В 2004-м на человека напали. Речь идет о вооруженном нападении. В него стреляли. Пуля повредила позвоночник. Собственно, поэтому он сейчас в коляске. Ну, пережитки 90-х. Тогда многие проблемы решались подобным образом. Долгие годы шло следствие. А затем произошла удивительная вещь. Злодеев так и не нашли дело. Закрыли. Зато возбудили другое уже в отношении самого Гарипова. Якобы тогда, в 2000-х. Еще будучи бизнесменом, он торговал каким-то контрафактом. И из статуса потерпевшего Юра перешел в статус обвиняемого. В этом же статусе предстал в прошлом году перед судом. Месяц назад огласили приговор. 3,5 года условно и 400 тысяч рублей штрафа. Ага. Инвалиду. Колясочнику, который из дома 16 лет не выходит. Хотя как не выходит? Выносили во время следственных действий. Например, на допросы таскали. Даже в психушку пытались упрятать. Был пыточный допрос, после которого видеозаписи с допроса, по словам полицейских, не сохранились. Дело против меня шло 3 года и почти 5 месяцев. За это время я увидел, как ведутся дела, как добываются улики. Если дело заказное, то шансов на обрадательный переговор нет совсем. Все ошибки следствия, какие бы ни были, считаются незначительными. А все протесты адвокатов просто отменяются. Ну тут, наверное, не лишним будет сказать, что у Юры существует еще и активная гражданская позиция. Несмотря на то, что про таких обычно говорят человек с ограниченными возможностями. Ну, лично я бы так об этом человеке не говорил. Гарипов занимается общественной деятельностью. Принимает участие в политических процессах. И ведет свой блог. Возможно, именно это послужило одной из причин преследований. А возможно, все действительно оттуда, из двухтысячных тянется. Те, кто не добили тогда, решили сделать это сейчас. К сожалению, мы живем в России. И надежда на правосудие в нашей стране. Это скорее история из разряда очевидная и невероятная. Меня другое удивляет. Самим судьям, которые выносят вот такие решения, им ничего потом не снится. А следователям, обвинителям. Друзья, я оптимист. Я очень надеюсь, если мы с вами поднимем волну, вдруг решение по делу все-таки пересмотрят. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Давайте хотя бы попытаемся. А впрочем... Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ребят, обязательно оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Делайте перепосты в соцсетях. Нас пытаются жестко цензурировать. Пересматривайте этот ролик по нескольку раз, дабы увеличить число просмотров. Этим вы очень поможете. Спасибо. Ну и увидимся в субботу. А пока... Пока!